На Земле часто происходят различные природные катаклизмы, с которыми человечество не может справиться. В начале 21 века отмечено трехкратное увеличение числа природных катастроф. К вашему вниманию мы представляем самые разрушительные из них. Ураган Сэнди нанес урон в сумму 71 миллиард долларов, но все-таки разрушения были не столь масштабными. Ураган затронул не только Штаты, но также и 7 стран Карибского региона. Всего погибло около 150 человек. Более 300 тысяч домов были либо разрушены, либо серьезно повреждены. Наводнение в Краснодарском крае в 2012 году. Стихийное бедствие вызвано проливными дождями. В течение 6-7 июля данного года выпала более чем 5-месячная норма осадков. Число пострадавших более 30 тысяч человек погибло около 200. Специалисты присвоили данному наводнению статус выдающегося в то время в зарубежной сне, а характеризовали его как флэш-флуд. Наводнение века. Такое название получилось в масштабное бедствие, охватившее летом 2002 года 13-го Европы. В результате не прекращающихся целую неделю ливней, реки выходили из берегов. Затопленными оказались обширные территории, особенно пострадали Чехия, Словения и Германия. Всего оно унесло жизни более 4-20 человек. Землетрясение в Чили. Явление довольно частое, но соль сильных толчков, как в 2010-м, страна не ощущала. Несколько десятилетий, их магнитуда составляла 8,8 баллов по шкале Рихтера. Последствия оказались чудовищными. Более 700 человек погибло, более 600 тысяч домов было разрушено. Ураган Катрина стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий за всю историю США. Более полутора миллиардов домов было повреждено или разрушено. Более 1800 человек погибли, и более 500 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В городе свирепствовали мародеры, и чтобы навести порядок, властям пришлось даже вводить в город национальную гвардию. Землетрясение и цунами в Японии в марте 2011 года унесло жизни более 15800 человек и оставило без крова более полумиллиона жителей Японии. Были опустошены прибрежные территории в восточной части острова Хонцю. Землетрясение спровоцировало аварию на АЭС Фокусима-1. Название станции стало таким же нарицательным, как и Чернобыль. По официальным данным, жертвами тропического циклона Наргиз в мае 2008-го стали по меньшей мере 22 тысячи человек. По предварительной оценке ООН это число может быть смело умножено на 2. Сычуанское землетрясение 2008-го года унесло жизни более 69 тысяч человек, став одним из самых масштабных по числу жертв за всю историю человечества. На улице оказались более 4,5 миллиона человек. Более полутора миллионов домов было повреждено или разрушено. Экономический ущерб превысил 190 миллиардов долларов. Землетрясение на Гаите 2010-го года стало результатом подвижек земной коры в зоне контакта Карибской и Североамериканских литосферных плит. По официальным данным, число погибших составило 222 тысячи 570 человек, получивших ранения 301 тысяча человек, пропавших без вести 869 человек. Материальный ущерб оценивается в 5 миллиардов евро. Землетрясение и цунами 2004-го года в Индийском океане было по-настоящему, международным бедствием. Оно затронуло 15 стран и внесло жизни более 250 тысяч человек, не только местных жителей, но и туристов. Точных данных по числу жертв до сих пор нет. Стихия затронула в основном не слишком развитые страны, поэтому экономический ущерб был не столь огромен, как, скажем, о землетрясении и цунами близ острова Хансью 7 лет спустя.